Субтитры сделал DimaTorzok Вы слышите этот звук? Что-то мне не очень нравится. Плюс он пришел рваным. Немножко с этой стороны помятым. Тут он вообще порвался. То есть, если вы хотите кому-то что-то подарить, и ваш выбор пал на этот гифтбокс, пожалуйста, не заказывайте его с Азона, потому что даже несмотря на то, что отзывы были, в большинстве случаев хорошие, тем, ну, о том, что все, доехала нормально. А вот может вот такая вот седуевина выйти? Но... А, кстати, он еще вот тут... Вот тут я только что обнаружила пломбу, которая должна быть не вскрытая, но она вскрытая. Тут тоже пломба была. Короче, кто-то покопался в нашем гифтбоксе. А сейчас я хотела показать еще кофту, которую я делаю. Она тут не просто так лежит. Короче, тут кружево. Тут, блин, мерила ее. Удлиняла с помощью этих... Этих... Господи, булавок. Тоже кружева. Сейчас хочу ее расписать, если у меня время останется, но, скорее всего, нет. Очень долгое время не могу ее расписать. Итак, давайте адвент гифтсет мы сейчас с вами вскроем и поймем, что же с ним так или не так. Ну, короче говоря, да. Если хотите кому-то подарить, то лучше... Лучше не заказывать сезон. Хотя вышел он там на полторы тысячи дешевле. Может быть, поэтому и вышел. Итак, сделаю так, как делать нельзя. Сяду к вам спиной. Вот так. Начнем с циферки 1. С циферки 1. Из-за моих великолепных когтей не могу вскрыть нормально. Это у нас масло для губ. У меня теперь вопрос, как это вынуть. А, блин. Нормально. Это не служба по доставке проебалась. Это пломба. Это то, что тут внутри все на месте. Вот так вот. Такая вот я немножечко неосведомленная. Как это вынуть? Как это вынуть? Ладно, давайте я потом это выну. Все вместе вам покажу. Здесь у нас располагается что-то под номером 2. Что-то под номером 2. И это блестки от соды, которые я также не могу вынуть. из-за своих ногтей. Ладно. Номер 3. Кстати, вот блестки от соды. Вот этот несчастный блеск для губ. Ну, короче, сейчас мы все вскроем. Я вам быстренько покажу, что это. Я знаю, что уже много блогеров сняло об этом обзорчик. Об этом адвенте. О, тут какой-то у нас значочек. Значочек с аниме-девочкой. 4. О, супермерси лип. Бальзам. Бальзам для губ. 5. Тут у нас должен быть хайлайтер. Хай. А вот хайлайтер у нас очень хорошо вынулся. Ничего такой прикольный. Все остальное мы вынем чуть позже. Это что у нас было? 5. Ищем 6. Тоже значок будет. 6 и 14, да. Давайте. Я просто буду открывать все подряд. Нет, помогите. Более плоская, да? Да. Значок с такой аниме-девочкой. Я не знаю, что это. Честно говоря, не особая поклонница косметики Сода. Но. Меня покорили их палетки именно вот этой серии. Они прям бомбические. На руку они наносятся хорошо. Но если на руку наносятся хорошо, то и на базу какую-нибудь должны наноситься отлично. Ну, думала, что-то у нас значок стоит. Короче, значок. Такой вот толстый котик. Классно. Тинт или лак, не знаю. Тут у нас магнит. Если заказывать сезону чисто для себя, то это гораздо выгоднее, чем покупать в магазине. Вот. Потому что что, палетка все равно будет стоить где-то полу... Ну, там, тысячи-полторы тысячи. Плюс вот эти вот всякие штуки. Ну, как бы этот адвент-календарь они добивают. А единственное, что у меня вопрос, почему только 15 дней? А не 30, как обычно, 31. Но. Ладно. Окей. И жалко, что нету, ну, типа, двух разных календарей. Потому что я знаю, что есть наборы. Чисто. А есть вот такой вот календарик с этой девочкой. И именно с этой палеткой. Вот тоже за ее... Во, во, из ю... У нас, ну, случилась искра буря безумия. Ну, конечно, в одностороннем порядке. Но никто не мешает мне. О, смотрите, тут еще какое-то углубление. Типа, может, там еще что-нибудь должно быть. Я не знаю. Вот. В общем. Вот эта палеточка. Она просто огонь. Просто бомбочка. Романтик муд. Ньют кьют. Иконик бейс. И вот я ее сейчас вскрываю своим ногтем. Пока вы ее не видите. И что? И показываю вам вот это вот безумие. Смотрите, как миленько. Тут, во-первых, оттиски. Вот эти вот красивые. Лапочка там кошачья. Все вот это. Вот. И этот цвет мне очень понравился. Ну, короче, прикольная палетка. Я думаю, мы с вами ее потом посвочим. Если вы захотите. Потому что сейчас я ее свочить не хочу. Я хочу ее положить к своим палеточкам. И сказать, что теперь твой дом. Сиди здесь. Так, теперь мы открываем. И это хайлайтер. Хайлайтер. Я даже не знаю, какой. Потому что хайлайтер мне особо не надо. У меня и так дохера. Хотя, смотрите, вот этот даже с зеркальцем. И довольно, довольно красивый, кстати. С цветочками. Такие. Сакуры, наверное, или яблони. Мне очень нравятся цветочки яблони. Очень яблони люблю. Да. Даже набивать себе дальше буду яблони. Итак, давайте попробуем с вами, наконец-таки, выковырить все остальные продукты из этой упаковки. Для того, чтобы понять вообще, что это такое. Вот из... Ё-оу. Хочу, чтобы вы знали. Просто хочу, чтобы вы знали. Мы лежим на кроватке. Там и молчим. Вот. Давайте достанем бьюти-блендер. Ну, кстати, такой интересный. Ага, как сказать, довольно упругий. Но пока мы не попробуем его в деле, я не смогу сказать, насколько он хорош. Мне кажется, бьюти-блендер от Айскрин гораздо интереснее. И гораздо дешевле, чем в остальных фирмах. Вот. Достала. Бальзам для губ. Вот такой вот. С девочкой. Ханя Мэ. Ребята, Аня Мэ. О, кстати. Досталось. Это, по-моему... Ну да. Тени для век. Тоже прикольные. Видите? Голография. Будем надеяться, что они не засохли. Собственно, разрезала я пломбы вот эти. Теперь будем выдавливать снизу. Это способ для таких, как я. Итак, вот наш лоб. Это три значка. Один такой вот миленький брелочек. Магнит. Чуть не сказалось. Панчбок. Биджик блендер. Блеск для тлук. Это, походу, помада. Или тень. Ничего. Ну, короче, да, помада. Потом два оттенка теней. Типа разных, но одинаковых. Но северный золотой. Отлично. Тинт. Сейчас мы вот эти тинты сравним с тинтом от Beauty Bomb. Наверное, какой из них кровавый. Потому что я еще сам кровавый тинт. Тонни Молли пока самый лучший. Масло для губ. Столько продуктов для губ. Знаете, губ столько нет. Сколько продуктов у них для губ. Ну, как бы классно, конечно. Но хотелось бы разнообразие. То есть, вот это вот. Четыре штуки для губ. Два для глаз, одна для тела. Ок, давайте вот так вот смотреть. Вот эти блестки меня тоже очень интересуют. Они, кстати, прикольные розовенькие такие. Сейчас я попробую фокус поймать. Как их открыть? Только сейчас. Короче. Блестки. Вот они такие. Там-то света меньше. Они еще достаточно желеобразные. Вы знаете, что я хочу сейчас сделать? Или не знаете? Нет, не знаете. Вместо хайлайтера нанесем их вот сюда. Стерли они мои румяна. Так что, ладно. Короче, будем пользоваться. У меня много блесточек в арсенале. Эти будут еще одни. Нормально. Хорошо. Так. Давайте посмотрим. Немножечко. Капелюшечку сравним. Вот эти два тинта. Я так полагаю, это более кровавый. Но это от Beauty Bomb. Как раз. Назывался он Victory's Kiss. А этот называется Legend. Он во что-то запакован. Значит, мы берем ножницы и распаковываем. Как обычно. Я, кстати, наконец-то выбила день, когда мы сможем доснять клип. О, ебать. Это точно тинт? Просто тут кисточка. Такая. А, пахнет он, кстати. Потрясающе. Пахнет клубничным соком. И клубничным даже вишнем. Моим любимым. По цвету. Вот он. Вот такой. Ну, короче, на мне вот этот тинт. Это от Beauty Bomb. И он, не скажу, что прям очень хорош. Но у него очень прикольная лопаточка. Вот. Вот такая вот у него лопаточка. Типа. Интересная. Этот растекается. А, блин, на него прям капнуло. Этот вроде более кровавый. Но на губах, как вы видите, он. Очень-очень плохо остается. Ощущение, как будто он съедается. Не знаю, что-то с ним происходит. То есть, это не тинт. Какая-то херня. Ну, вот у Сода он тоже вроде как тинтует. Но, видите, я его растерва пальцем. Типа. Со-соу. Не знаю. Тони Молли. Это, да, это тема. Это замечательно. Вещь. У него прям такой крылавый тинт. Как будто ты только что оторвался от чьей-то шеи. И выпил там человека полностью. По оттенкам, кстати... Ну, один более розовый, это от Соды. Второй более красный, это от Бьюти Бомб. Давайте посмотрим тени. Тени синие. Синие. Это у нас... Что-то такое. Золото, да? Синее у нас. Нет. Серебро. А почему серебро, когда я вижу? Ну ладно, серебро, ладно. Не знаю, что я вижу. Какое-то обман зрение. На ёпку. Ребят, на ёпку. Давайте мазнём розовенький. Может, синим-синим, розовым-розовым. А не то, что они там... А, нет. Это золотой. Тот серебряный. Вот. Вот так вот понятней. Давайте ещё помаду посмотрим. Почему нет? У меня и так уже грязная рука. Я на ней свочу всё, что тут только можно. Ну, помада, кстати, прикольная. Помада такая. Вам она кажется шоколадной. На самом деле она немножко розоватая, немножко красноватая. Приятный цвет. Приятный, вельветовый. Кстати, вкусно пахнет. Вареньем каким-то. Каким-то накидом приятным. Возможно, я немножко неровно накрасилась. Ну, как бы хуй с ним. Всё равно из дома не выйдет. Мы этим пользоваться будем, конечно же. Давайте понюхаем всё. Бальзам для губ. Ну, не знаю, для чего я буду его использовать, но... Бахнет чьими-то подмышками. На вкус как вузелит. Ок. Скажем так. Так, это у нас что-то вот... Маслица. Маслица это у нас. С каким-то... С какой-то добавочкой тинтовой. Вот видите. Покрасилась. Пахнет потрясающе. Словно, знаете... Ферри. Ферри средство для мытья посуды. Сакура Кис Лип Оил. Ну, не знаю, где тут сакура. Сакура, блядь. Сакура. Ну, Кис Оил можно, наверное, поверх этой помады нанести, но помада начнёт тогда, как мне кажется, смазываться. И никакого вот этого вот вельветового приятного покрытия у нас не будет. Немножко с вами просвочим вот этот вот классный хайлайтер. Розовый хайлайтер. Я не знаю, кто пользуется розовым хайлайтером. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Даже если вы мужчина, пользуетесь ли вы розовым хайлайтером? Потому что... Сейчас. О. Картоном пахнет. Это хорошо. Потому что я не знаю, кто пользуется розовым хайлайтером. У меня никогда... Нет, был у меня розовый хайлайтер, но он мне не нравился. Очень-очень он мне не нравился. Кстати, он не такой уж и розовый. У соды. Я его вот сюда мазнула. Где-то вот мы его сейчас увидим. Ну, деликатненький такой. Призраки хватит. Мне в квартире наводить беспорядок. Видишь, это призраки. Все, они дверь закрывают, дверь ухлопают. Мешают мне снимать видео, блин. Хотя тут уже 7 часов. Мне же скринить пора, блин. Я не виновата. Не виновата ни в чем это все призраки. В общем, вот такой вот прикольный хайлайтер. Он, короче... На камере почему-то он деликатный. Деликатный такой, приятный. А вот тут на самом деле он светится, как сумка. Ладно. Окей, это хайлайтер. Ему простительно. Сейчас вам покажу. Покажу кое-что. Блин, вот эта вот капля меня прям смущает несколько. Короче, я вам покажу вот эта софт-смайл. Она очень мягкая. Очень приятная. Приятная, блин. Подсветная. Мне она очень нравится. Ммм... Летина палец. Сюда мазнем. И она лучше, чем вот эти вот тени, которые мы мазали. Как вам теперь это показать-то, блин? Вот, 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 вот оно. Не получается, не получается. Я хотела показать вам вот этот свет. Он потрясный. Он в магазине, в освещении магазина. Ой, как же он сияет там. Он прям как будто создан из тысячи галактических всяких звездочек. Как будто вы галактику на себя наносите. И, ну, продавщица, конечно, в ритуале сказала, что вот, они носятся. Супер классно. Давайте посмотрим. И сейчас надо этим подумать. Я пока пользуюсь несколькими палетками, среди которых Influence Maniac. Тут, на самом деле, очень топовые цвета, между прочим. Не знаю, почему многие люди ее так не любят, но, между прочим, вот этот, 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 этот. Вы его набираете на себя, наносите, вот эти, заполировываете, вот этим вот. И все. И у вас топовый doll make-up. Ну, не сейчас, конечно, не на мне. Класс. Обожаю палетки. Очень классно заиметь вот эту вот красотулечку с анимой девочкой. Со всем остальным я разберусь, эти значки всякие. Ну, согласитесь, что значки вы просто так в ритуале том же не купите. Опять же, вот этого вот шарообразного котика. Пишите в комментариях, если вы хотите разбор моей косметички. Она реально большая. Ну, не больше, чем у некоторых блогеров, которые, как бы, занимаются визажом. Так как я визажом не занимаюсь, я просто скупаю то, что мне нравится. Вот. То, что на мне лежит, то, что действует, то, с чем я могу подружиться, оно у меня остается. Все остальное я раздаю. Так сказала, с претензией, блять. Не очень хорошо вышло, извините. Ну, короче, то, что, ну, то, с чем я могу подружиться, то, что на мне держится, то, что я могу закрепить сторонними средствами, оно остается. Все остальное я либо раздаю, либо продаю. Продаю я также покупки, которые совершила в каком-то бреду, блядь. Ну, вы знаете, да, бывает такое, что увидел короночку. Ой, ёб твою мать, оно мне надо, приходишь домой, на самом деле, нахер не надо. Пишите в комментариях, сколько у вас косметических всяких средств, не уходовых. Именно... Ой, я влезла в бальзам, и он очень липкий, ребят, очень липкий. Вы прям можете это ощутить. Ну, так, кстати, лучше пахнет, несколько лучше. Сейчас сотру все это с рук. На вкус какой зеленый. Невкусно. Как в детстве, раньше были, знаете, эти... Ну, смотря, ладно, в чем в детстве, я сейчас спалюсь. Ну, так что не буду говорить. То бишь, о чем мне? Пишите в комментариях, сколько у вас палеток. Там румян, пудр, тени, ну, вот эти вот тени. Помад. Потому что, я не знаю, я в каком-то бешеном количестве скупаю помады разного цвета. Пользуюсь всего тремя. Нахуя. Пишите, есть ли у вас такая проблема. Вот, а пока я на этом с вами прощаюсь. Хочу пожелать вам хорошего дня, вечера, ночи. Не знаю, в каком-то там временном промежутке, временном смотрите это видео. Делитесь, пожалуйста, клипами со своими друзьями. Вот, моими клипами, да. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.